Ольга Евгеньевна, вышло интервью со свободными Pussy Riot в Guardian. Они сказали, представляете, Путин нас, девчонок, боится. Как вы думаете, действительно это так? Они правильно думают? Я думаю, он боится и девчонок, он боится и нас, он вообще боится людей. Мы же помним инаугурацию. Он боится своего окружения и очень правильно делает. Потому что, я думаю, что граф Панин уже купил свой белый шелковый шарф, ну это их дела. Конечно, он боится граждан, он боится внешнего мира. А внутренний мир у него отсутствует. Конечно, он боится. У него сейчас страх, наверное, самая главная движущая сила. Но культура, это не то, что может заставить его всерьез испугаться. Его же может заставить всерьез испугаться, там, пересмотр итогов приватизации, скажем. То есть, не Pussy Riot, а скорее те, кто их поддерживает или что? Что может усугубить этот страх так, чтобы девушек выпустили? Обратите внимание, как весь этот класс пугает слово люстрация. Вот это то, что их пугает действительно. Пусть и Riot имеет к иллюстрации самопрямое отношение. Мы все ходим в суд, мы понимаем, что суде надо всех люстрировать. Всех абсолютно, всех до одного. Я бы выделила арбитражников, у них там дела обстоят ничего себе. Но мировые судьи, а главное уголовные судьи, без словно, должны быть иллюстрированы все. Равно как и суд прокуратуры, который уничтожен полностью. И подлежит, конечно, иллюстрации тоже на 100%. Равно как и очень серьезно, чисто на делах правоохранительных органов. Ну, здесь я меньше разбираюсь, я понимаю, с судьями и прокурорами. И это их очень пугает. Все же хотят быть уверены в собственной старости, что будет почетная пенсия, почетные воскречи, там, или почетные питерцы, что будут принимать в пионеры и преподавать на тихой кафедре. Не будет. Вот об этом можно забыть. Как бы дальше не развалятся события, пусть это все закончится желательно, да, через год. Дальше через 10 лет. Через 10 лет люди собираются жить на пенсии. Мирно и спокойно. Нет. Нет. Лозунг «не забудем, не простим» Он не виртуальный такой, он не эмпирический. Он абсолютно... Это руководство к действию. Не забудем, не простим. В стране, где нет сюда, скоро начнутся громкие процессы, похожие на дело Пуссерайт. Это процессы в рамках дела о беспорядках на Болотной. Многие считают, оптимисты они, наверное, что как только эти процессы начнутся, то марш миллионов будет не номинальным, а реальным. Вы разделяете этот оптимизм? В любом случае, я надеюсь, что осенью на улицы выйдет еще больше людей, чем выходило весной. И дело здесь в том числе и с узниками 6 мая, в том числе и с узниками Пуссерайт, и с тысячами других дел. Дело, которым занимается радио «Свобода», дело сельского учителя Петра Фарбера. К ним уже ездило на суд очень много людей, и они очень многие были инициированы. Те, кто еще не выходил, они выйдут. И вот этих всех историй все больше и больше и больше. Ведь то, что происходит в судах, с точки зрения один раз попасть в суд, и дальше он выходит на улицу. Потому что дальше этого терпеть нельзя. Это невозможно. Это безумно. Поэтому вперед пусть судят, пусть судят, пусть хватают. Пусть мы каждый день узнаем что-нибудь новенькое про Бастрыкина, про Путина и других антигероев нашего времени. Их конец понятен и очевиден. Вопрос, когда? Чем больше нас выйдет, тем мы быстрее придем к чему-то другому. К чему другому зависит от нас. Ольга Евгеньевна, последний вопрос. Как себя чувствует Алексей Козлов? Что он читает? Следит ли он за делом, пусть и рает? Алексей Козлов чувствует себя в холодной ярости. То есть у него другая стадия. Если он первый свой срок кипел и перебрался к гражданскому активисту, сейчас он в такой холодной ярости. И в голове у него отстраиваются очень интересные политические мысли. Он сейчас, в общем, фактически на строгом режиме. Еще и в черной зоне, очень коммерческой. Поэтому другая ситуация. Другие люди, очень специализированная зона, откуда вот только что... Вообще, надеюсь, сегодня приедет Юрий Финк, очень известное дело, где такая вот специальная зона для специальных людей.